Всем привет дорогие друзья! Для пошива детского рюкзака нам понадобится хлопок. Я взяла с лисичками. Как раз подойдет в подарок для хитрой девочки. Выкраиваем две детали прямоугольника 25 сантиметров на 30 сантиметров. Такие же две детали выкраиваем из однотонного желтого хлопка и четыре детали из клеевой. Две детали для лямок шириной 8 сантиметров и длиной 100 сантиметров и такие же детали из клеевой. Две детали хвостика, также клеевая и белые кончики две штуки. Один прямоугольник из хлопка с лисичками и один однотонный размером 18 на 10 сантиметров. Проклеиваем детали клеевой и подрезаем лишнее по краям. Берем детали лямок. Заутюживаем их сначала пополам, а потом каждую сторону к центру. Прокладываем строчку по краю. Ширина шва 0,2-0,3 мм. Готовые детали проутюживаем. Берем детали кармана. Одна деталь продублирована для плотности. Складываем лицевыми сторонами внутрь, скалываем булавками, прострачиваем на ширину лапки, оставляя отверстия для выворачивания. Высекаем углы, выворачиваем, формируя и выправляя углы иголкой. Проутюживаем. Приступаем к шитью хвостика, как показано на видео. Пришиваем белые кончики. Подрезаем шов, проутюживаем. Складываем две детали вместе, соединяя припуски булавками. Прострачиваем. Ширина шва 0,2-0,3 мм. Осноравливаем. Высекаем кончик хвоста. Выворачиваем. Выправляем швы и кончик хвоста, помогая иголкой. Проутюживаем. Деталь подкладки складываем пополам, чтобы найти середину. Также складываем деталь кармана. Соединяем детали по центру. Отступаем от края 10 см. Закрепляем булавками деталь кармана. Прострачиваем по краю на 0,2 мм, делая закрепки по бокам. Затем делаем вторую строчку на 0,4-0,5 мм. Прокладываем строчку посередине, чтобы было два кармана. Складываем детали подкладкой лицевой стороной внутрь. Прострачиваем по бокам, не доходя до края на 0,8-0,9 см. Ширина шва на ширину лапки. Основную деталь складываем пополам. Ищем середину. Также ищем середину у хвостика. Соединяем по центру булавкой. Складываем детали лицевой стороной внутрь. Отступаем наверху от края 5 см. И 2,5 см. Лучше сделать 3 см, чтобы лямки двигались свободнее. У меня получилось, что открывается рюкзак туго. Прострачиваем на ширину лапки, оставляя отверстие наверху и внизу для лямок. Подрезаем и разутюживаем боковые швы наверху. Вставляем подкладку в основную деталь. Закрепляем боковые швы булавками. Наверху, по краю. Прострачиваем на ширину лапки 0,5-0,7 мм. Выворачиваем на лицевую сторону. Формируем край. Приутюживаем. Закрепляем булавками вверх рюкзака. Отступаем от края 4 см. и 2,5 см. Чтобы прострочить кулису. На машинке карандашом отмечаю 4 см. Чтобы прострочить ровную строчку. Затем также отмечаю 6,5 см. и прокладываю строчку. В кулису при помощи булавки вставляем лямки. С одной стороны и с другой стороны. Чтобы их можно было затянуть. Булавку нашла маленькую. Ей было крайне неудобно вставлять лямки. Поэтому лучше берите большую булавку. Но если такой нет, подойдет любая. Соединяем концы лямки булавкой. И вставляем в оставленное отверстие внизу. Выворачиваем наизнанку. Закрепляем булавками. Прострачиваем на ширину лапки. Высекаем углы. Подрезаем лишнее. Прострачиваем низ подкладки на ширину лапки. Делаем отверстие для выворачивания. Высекаем углы. Выворачиваем на лицевую сторону. Зашиваем отверстие потайным швом. Заправляем подкладку внутрь. И рюкзак готов. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok